Утро. Солнышко светит, травка зеленеет, зеброчка на лужочке пасется, веселая, молоденькая. Конь из кустов на нее смотрит-смотрит, а потом хмуро произносит. А пижамочку-то снять придется. Девушка говорит парню, ты меня не забудешь? Да как же я тебя забуду, когда запомнить не могу? Общаются две подруги. Ну и как прошло твое свидание? Мне пришлось дать ему пять пощечин. Он что, приставал к тебе? Нет, я думала он спит. Семен Маркович говорит Моне, Моня, срочно пообещай, что ты женишься на нашей целечке. Семен Маркович, пообещать я могу, но жениться таки не обещаю. Общаются две подруги. Почему классные мужики встречаются со страшными бабами? У своего спроси. Блондинка звонит подруге. Ну как дела? Как себя чувствуешь? Ой, Светка, я полубеременна. Не поняла. Ой, звони после, ты меня отвлекаешь. Галя выходит замуж за еврея. Свекров получает невестку. У нас мужчина и женщина все делают раздельно. Синагогу посещают отдельно. Даже танцевать вместе нельзя. Галя, опустив глаза, спрашивает. А кто же меня будет в брачную ночь? Заниматься интимом вместе можно? Можно. А на боку? Можно. А сидя? Можно. А стоя? Нельзя. Почему? Может в танец перейти? А. Есть. Продолжение следует...